ребят всем привет вам ухта на связи в общем чё хочу сказать в лифте работают еще те орлы вот такие же кадры как и в россии принципе но я имею ввиду что в общем плане сейчас объясню ситуацию чтобы вам было понятно я начал проплавиваться в люфт в лифт или как вы там называет вот заполнил отправил информацию о машине отправился водительская права отправил страховку но и всю информацию которую они просили осталось три как бы вещи которые нужно было отправить две вещи это проверка истории и выписка из земли как я понимаю это они должны были официально как-то я не знаю запросить получить запрос вот и от как бы с моей стороны осталось отправить им инспекцию автомобиля инспекция автомобиля они говорили что нужно проходить специальном как бы месте да там какой-то сервис которым они работают вот в общем я приехал в этот сервис заплатил 45 баксов получил там чел он даже не стал проверять машину то есть вышел так посмотрел там записал что туда очень минут пять работает 45 баксов в карман положил написал мне какую-то информацию о машине до на бланке которые вот от лифта вроде бы все нормально не отправил этот но сделал снимок и отправился это дело онлайн получаю то есть вчера позавчера я получал такие радостные как бы email вау welcome to ну то есть добро пожаловать в комьюнити там водители люфта там то есть это все вот сегодня я получаю мл да мы получили документы о инспекции автомобиля она все нормально да то есть там все прошло и потом а буквально следующий имейл был такой мы благодарим вас за то что вы потратили свое время для того чтобы проплавиться в лифт вот как бы но мы не можем вас принять в ряды водители лифта мы будем рады вас видеть а в числе как бы пассажиров этой компании нашей компании да вот извините я хочу задать вопрос а вы знаете вот когда пытаешься проплавиться в какую-либо компанию то сразу что они проверяют это они проверяют историю если какие-то там вещи из-за которых они не могут принять на работу да причем разные компании будь то это юбер или еще кто-то вот а здесь получается они ждали ждали пока я пройду тут инспекцию которой мне честно говоря абсолютно не нужна эта инспекция у меня как бы машина еще даже на гарантии да мне эта бумажка пойти в туалет и потереться она мне нафиг не нужна эта бумажка и вот и но в общем горе что получается что я в общем получается что я просто потратил деньги мне непонятно на что вот то есть этот люфт он еще тут кай конечно этот то есть я не знаю честно говоря чё за ерунда вот первый раз люфтом имел дело и последний в своей жизни вот то есть еще те идиоты вместо того чтобы сначала проверить бэкграунд чека потом уже говорить слушай ну ты прошел бэкграунд давай теперь это инспекцию еще автомобиль то есть все документы а то они собрали документы заставили меня получить пройти эту инспекцию которая и горе еще раз не абсолютно не нужна была вот я потратил свое время и деньги я думаю ну блин если а уж так пишут что добро пожаловать значит может быть действительно на это я подхожу да по всем как бы статьям но нет то есть но в принципе у меня было такое ощущение что это есть еще те блин о и это один люфтовый что это еще те кадры вот поэтому в общем я как бы особо честно вам скажу и не хотел использовать свой subaru для того чтобы ввозить алкоголиков тунеядцев которые блин нажрались по пятницам и все да я хотел устроиться в лифт для того чтобы ну там свободное время может быть поехать в аэропорт забрать какого-нибудь адекватного пассажира вот и привести его домой после аэропорта после поездки таким такой неприятный осадок остался от этого лифта ладно ребят я приехал забирать заказ так что имейте ввиду что это что и но юбера тоже хотя блин бюро заставляет людей проходить их осмотр да то есть а потом уже принимать решение брать человека или не брать ерунда полно ладно ребят я пошел надо забирать заказ всем пока дальше 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 Продолжение следует...